Итак, коллеги, мы начинаем наш вебинар. Сегодняшний Foresight плюс Arena Data. Особенности применения различных СУБД в аналитике больших данных. Позвольте мне представиться. Меня зовут Воскребенцев Алексей. Я руководитель PreSale компании Foresight. Коротко о повестке сегодняшнего вебинара. Открывать вебинар буду сегодня я, Воскребенцев Алексей. Расскажу о компании Foresight и про преимущества совместного решения Foresight плюс Arena Data. Далее передам слово Александру Ермакову, техническому директору Arena Data, который выступит с докладом «Сравнение выбор СУБД для эффективной аналитики». После будет мой небольшой демо-пример с использованием СУБД ClickHouse по построению консолидированной отчетности. И далее передам слово Александру Бортникову, старшему аналитику Foresight, который расскажет о примере применения консолидированной отчетности с использованием СУБД GreenPlan. Итак, тогда давайте начинать. Я расскажу немного о компании Foresight. Кто нас не знает, мы отечественный вендор. Наша задача – разрабатывать продукты. Основной флагманский продукт наш – Foresight аналитическая платформа. Также на базе платформы выпущен ряд коробочных продуктов – Foresight бюджетирование, Foresight управления инвестициями, Foresight сводная отчетность. И отдельный продукт, если разработки кроссплатформенных мобильных приложений – Foresight мобильная платформа. Все продукты включены в реестр отечественного программного обеспечения. Штаб-квартира у нас находится в Москве, производственные базы находятся в Перми и в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге мобильная разработка, в Перми сосредоточена разработка флагманского продукта – Foresight аналитическая платформа. В команде свыше 300 человек. Немного, несколько цифр о компании. Мы по итогам 2019 года стали лидером по выручке от продажи лицензий на ПО среди российских разработчиков решений для анализа данных. И в два раза выросли за последний год. Среди наших клиентов есть как компании с государственным участием, госкомпании, так и компании коммерческого сектора. Свыше 10 международных заказчиков. И так как мы, собственно говоря, вендор, наша ключевая задача развивать партнерскую сеть компаний, которые внедряют наши продукты. Сейчас уже свыше 50 компаний в нашей партнерской сети. Этот слайд подводит нас к основной теме сегодняшней. Мы будем рассматривать вопросы, связанные с изменением информационного ландшафта предприятия. Мы живем в эпоху информационного взрыва. Объем данных растет катастрофически. Причем растет не только объем структурированных данных. Прежде всего растет объем не структурированной информации. Это и текст, и голос, и видео. И растет частота поступления этой информации. То есть информация удваивается, если не каждые полтора года, но еще чаще. То есть, в принципе, объем данных очень большой. И как каждая компания сталкивается с определенным вызовом при изменении такого ландшафта. Собственно говоря, возникают новые вызовы, как обеспечить быстродействие данных и так далее. Если говорить про IT-ландшафт любой организации, то есть каждая компания становится уже центром компетенции IT. Потому что, в принципе, это невозможно сегодня на рынке действовать без сильной экспертизы в информационных технологиях, кругом цифровизация. И многообразие источников данных – это и сайты, и социальные сети, и облачные хранилища, и корпоративные хранилища, которые также растут от данных. Данные начинают делиться на холодные, горячие, холодные – это те данные, которые мы меньше используем, какие-то архивы, документы оборота. Горячие данные – это те данные, которые поступают с большой скоростью, которые актуальны на сегодняшний момент, и которые используются для принятия решений. И очень важно обеспечить актуальность, достоверность, ну и быстродействие получения этих данных, потому что в сегодняшнем быстром меняющем мире нужно принимать решения, основанные на данных, достаточно оперативно. Итак, с какими же вызовами, помимо всего прочего, сталкивается компания, с учетом того, что еще и у нас идет импортозамещение. То есть возникает вопрос, как, собственно говоря, обеспечить работу в таком разнородном IT-ландшафте, при этом поддержать полностью российский стэк, обеспечить интеграцию всех информационных систем, при этом как бы оставаться в нормальном уровне TCO, стоимости владения системы, обеспечить быстродействие, ну и прежде всего поддержку пользователей, поддержку на русском языке. И обеспечить доступ с различных устройств, да, это и с мобильных телефонов, и с планшетов, и через веб-браузер без установки какого-то специализированного софта для пользователей. Кажется, мы нашли такой ответ на этот вопрос, и мы представляем форсайт плюс аренодату, как связка, которая, на наш взгляд, обеспечит любого заказчика решением подобного рода задач. Прежде всего преимущество совместного решения это комплексный подход цифровизации, покрытие задач, управление бизнес-процессом, визуализации данных, отсутствие конкурентов с сопоставимым потенциалом функциональности, ну если говорить про российский стэк, да, то есть платформа форсайт является лидером среди BI отечественных платформ, и, безусловно, самым зрелым продуктом на рынке. Компания Аренодата обеспечивает как раз быстродействие на уровне различных типов СУБД для получения оперативных данных. Проверенная техническая интеграция, то есть все, что мы сегодня расскажем, это все проверено на практике, мы покажем живые демо-примеры из практики, которая встречается среди наших заказчиков. Высокая скорость построения отчетов, в том числе на больших объемах данных, то есть мы уже давно перешли от миллионов записей в СУБД, да, к миллиардам, соответственно, вот в таких требованиях возникает новый челлендж, да, новый челлендж по быстродействию, и нужно обеспечить любого пользователя оперативно информацией из огромного массива данных. Ну и, как я уже говорил, задача импортозамещения полностью решается, потому что мы два отечественных вендора, оба входим в реестр отечественного ПО, поэтому такая связка, она закрывает полностью все вопросы, связанные и с быстродействием, и с задачами, которые возникают у наших заказчиков. У меня по вводной встрече все, коллеги, ну я вот не вижу вопросов, если вопросов нет, тогда я передаю слово нашему следующему докладчику, техническому директору компании «Аренодаты» Александру Ермакову. Александр, вам слово. Александр? Да, добрый день, доброе утро, точнее, надеюсь, меня слышно. Давайте тогда, да, я начну с презентации, краткое представление. Меня зовут Александр Ермаков, я являюсь техническим директором компании «Аренодата», и сейчас я расскажу, что, собственно говоря, мы предлагаем именно с точки зрения платформы, и как мы видим дальнейшее развитие этой платформы непосредственно с точки зрения совместного проекта с компанией «Форсайт» и нашей синергии. Коротко о компании. Мы являемся разработчиком платформы хранения данных и обработки данных. Свой путь мы начали сравнительно недавно, это было всего-навсего 5 лет назад, в 2015 году. Но, несмотря на это, мы каждый год практически удваиваемся как по численности проектов, так и по кадровому составу. Мы, конечно, немножко меньше по объему сейчас, чем компания «Форсайт», но, тем не менее, буквально недавно перевалили за 100 человек в компании, именно сотрудников. Занимаемся мы проектами, связанными с хранением и обработкой различных типов данных, и, прежде всего, конечно, это все, что касается больших данных, интернет-вещей, машинного обучения и связанных технологий. Если говорить про наш, так скажем, подход к разработке платформы, мы в основном все строим на базе open-source, и мы являемся активными участниками различных проектов, open-source проектов. В основном это Apache Software Foundation. Мы являемся контрибьюторами таких проектов, как BigTop, PXF, Ambari, и вот на текущий момент мы вторые по объему в мире по изменениям внутри проекта Greenplum. Про него я тоже сегодня расскажу подробнее. Мы сейчас также начали заниматься развитием такого направления, как ClickHouse, именно использование sub-bed ClickHouse внутри нашей платформы. И, в частности, у нас появляется отдельное направление, связанное с развитием Tarantula, как InMemory, DataGrid, то пока это платформа в разработке. Сегодня, наверное, больше поговорим про Greenplum, именно ClickHouse. У нас есть несколько подходов с точки зрения распространения продуктов программного освещения, то есть как Enterprise решения, которые распространяются по определенным закрытым лицензиям, так и открытой версии, так называемой комьюнити-редакции, которые доступны всем, которые можно загрузить с нашего сайта и использовать без каких-либо ограничений. Если говорить про то, куда мы сейчас движемся, то есть это прежде всего взаимодействие с различными типами инфраструктур, так как большая часть заказчиков, как наших, так и в принципе в мире, смотрят все больше и больше на различные гетерогенные ландшафты, то есть в частности уходят от каких-то внутренних инфраструктурных решений, внутренних цодов, в том числе и Private и Public Cloud, то мы, конечно, смотрим это направление достаточно активно и развиваем свой стэк поддержки различных инфраструктурных решений, в том числе и поддержки гетерогенных ландшафтов, когда часть технологического стэка у вас размещена в вашем цоде, а часть размещена непосредственно в Public или Private Cloud. И все это может управляться через единую систему управления, про которую я тоже сегодня чуть-чуть расскажу. Мы занимаемся в том числе и помогаем нашим заказчикам реализовывать определенные бизнес-процессы внутри компании, но это больше всего связано, конечно, с теми технологиями, с которыми мы работаем. Мы целенаправленно не обращаем свой взвор на те вещи, в которых мы, так скажем, не имеем достаточной компетенции, поэтому вот как раз одно из направлений, про которые мы сегодня говорим, совместно с компанией Foresight, все, что касается визуализации и аналитики, то есть это вот мы как раз отдаем на откуп нашим партнерам. Если говорить про задачи, то, конечно, первая часть задачи основная – это реализация как хранилищ данных, так и как принято сейчас это называть, хабы или дейталейки внутри крупных компаний. Это оффлоуд различных систем, так как сейчас на рынке присутствует множество заказчиков, которые используют дорогие пропоритарные решения и которые хотят немножко, так скажем, снизить как TCO, так и некий вендор look-in, то мы помогаем компаниям переходить как на наши, так и на схожие технологии, соответственно, делать оффлоуд как данных, так и процессов на новые решения, в том числе и наши. Мы занимаемся и помогаем компаниям развивать все, что касается искусственного интеллекта и машинного обучения. Опять же, на базе стека тех технологий, с которыми мы работаем в основном, это касается вещей внутри Grimplama, Hadoop, ClickHouse, но, опять же, это все на уровне именно engine, так скажем, движка. И, конечно, это построение различных data fabric, то есть неких хабов, в которых аккумулируется вся информация со стороны пользователей и со стороны внутренних подразделений. Если говорить про то, как сейчас выглядит платформа ArenaData, она представляет из себя модульную структуру, и она разделена на определенные, так скажем, функциональные блоки. То есть первый блок – это хранение данных. Здесь, как вы видите, представлено у нас три решения. Это ArenaData Hadoop, ADH, то, что снизу представлено. Это как раз холодные данные. И это был первый продукт, который мы выпустили на рынок. В частности, мы активно участвовали, в том числе, и в разработке так называемой открытой спецификации дистрибутивов Hadoop, на которой строятся такие решения, как Hortonworks. Строились, прошу прощения, потому что Hortonworks сейчас, так скажем, перешел под управление Клудеры. И на нем строились, на этой спецификации, решения IBM, и в частности мы. Следующим продуктом, который мы выпустили на рынок, стал GreenPlan. Это аналитическая база данных, ArenaDataDB, ADB. Используется она в основном для классических хранилищ данных, но, тем не менее, обладает достаточно широким функционалом с точки зрения как аналитики, так и различных вещей, связанных с ELT. Я имею в виду процессы, возможно, переноса процесса обработки данных со стороны ETL-системы внутрь базы данных. Следующий продукт – это ArenaData QuickMarts, построенный на базе ClickHouse. И в частности у нас, как я сказал, уже несколько есть вещей, которые мы доработали непосредственно внутри ClickHouse, являются частью нашей сборки. Хотя большую часть, конечно, как GreenPlan, Hadoop и ClickHouse, мы отдаем в OpenSource, собственно говоря, и пытаемся соответствовать основной модели ведения вообще OpenSource проектов, когда мы большую часть изменений отдаем в комьюнити. Следующим проектом, который у нас появился, это стал ArenaDataStreaming. Это все, что касается потоковой передачи данных, процессинга данных в режиме реального времени. Построено это решение на базе Kafka и Apache NiFi, собственно говоря, плюс включает в себя весь необходимый стэк компонентов, которые нужны для того, чтобы управлять непосредственно и мониторить состояние потоков, топиков, визуализация метрик и управление доступами. И вот сейчас, как я сказал, мы занимаемся вопросами, связанными с развитием направления InMemory DataGrid, InMemory SQL на базе Apache, ой, прошу прощения, на базе Tarantula. Соответственно, сейчас этот проект находится в разработке, но вот он как раз замыкает весь, так скажем, стэк хранения с точки зрения холодного, теплого и горячего уровня данных. И как вот вы видите, мы, как я сказал, не занимаемся вопросами, связанными с именно BI, аналитикой, репортингом и визуализацией. В этом случае как раз наиболее правильно строить решение совместно с нашими партнерами, в частности, вот одна из синергий это компания Fursight, где мы как раз предоставляем платформу, а компания Fursight уже занимается теми вещами, которые необходимы для BI, аналитики с точки зрения конечного пользователя. Если говорить про то, как эти технологии используются вместе, то вот можно рассмотреть достаточно простой пример, когда у нас есть достаточно много систем источников. Эти системы-источники разнородные, как правило, это могут быть как и структурированные, так и не структурированные данные, это могут быть какие-то, так скажем, клик-стрим потоки, это могут быть в том числе и социальные сети. И у нас есть на другой стороне, опять же, смешанная нагрузка с точки зрения большого количества конкурентных пользователей, но также есть достаточно тяжеловесные репорт-системы, которые требуют обработку в режиме патч или мегабатч-процессингах. И казалось бы, что в этом случае должно быть какая-то магическая, так скажем, технология, которая может обработать все вместе, как и входящий поток, так и исходящий поток. К сожалению, именно такого Silver Bullet на рынке нет, поэтому вот именно мы пошли путем построения модульной платформы и интеграции этих компонентов между собой. И в данном случае мы представляем примерно технологию, которая позволяет использовать совместно решения, которые мы развиваем, и которые используются заказчики. То есть в данном случае это может быть, допустим, Грипп, Лам и Хадуп. Если, в принципе, посмотреть по практике построения такого рода систем, то это не ноу-хау. Такого рода концепция появилась уже больше 10 лет назад. Ее представил такой человек, как Джеймс Диксон. Это один из SEO компании Pentaho и назвал эту штуку Data Lake. Собственно говоря, она строится, как правило, из двух частей. То есть это часть, отвечающая за некий ELT процесс или ETL процесс с поддержкой CDC и некий мастер уровень хранения данных, историчных данных, который интегрирован непосредственно с процессингом. В этом случае мы, конечно, получаем достаточно интересное решение, но как же обстоят дела тогда с нагрузкой с точки зрения тысяч запросов, конкурентных запросов, потому что Грипп, Лам это все-таки АЛАП MPP системы. Она рассчитана на бач-процессинг и, как правило, поддерживает не более нескольких сотен пользователей. И, в частности, Hadoop аналогичным образом, как правило, представляет из себя мегабач-систему, где используются достаточно тяжеловесные процессы. В этом случае мы получаем место, соответственно, узкое место, где могут возникать вот такого рода катаклизмы, если можно так сказать, когда у вас обращение со стороны пользователя превышает возможности самих систем процессинга, то, конечно, у вас будут достаточно большие задержки и с точки зрения перформанса, и с точки зрения результата. Поэтому вот как раз именно в этот момент мы представили немножко, так скажем, альтернативный вариант и интеграцию с несколькими системами. Если поговорить про GreenPlan, то, как я сказал, GreenPlan – это MPP, массив-параллел-процессинг-система. Она достаточно хорошо обрабатывает все локальные и распределенные джойны, достаточно сложные, с вложенными условиями. Она поддерживает жесткую осид-функцию, то есть возможность проведения транзакции практически на любом уровне выполнения запроса. И самое интересное, что GreenPlan построен на базе Postgres, и, в принципе, любая система, которая когда-либо взаимодействовала с Postgres, она может также легко интегрироваться и взаимодействовать с GreenPlan, потому что остались все те же самые привычные механизмы интеграции и взаимодействия. Единственная проблема, про которую я сказал, GreenPlan достаточно тяжело чувствует себя в LTP-нагрузке и какие-то ad hoc, пред hoc запросов с широкой выборкой. Если говорить про ClickHouse, это вот как раз тот, так скажем, недостающий элемент, про который я говорил именно в концепции построения платформы, он как раз представляет из себя обратную альтернативу GreenPlan в чем-то, то есть это также MPP-платформа высокой доступности, это AllApp, но есть одно отличие, то что он рассчитан именно на перформанс и колоночное хранение, только колоночное хранение. И плюс еще в том, что ClickHouse разрабатывался как решение, которое рассчитано на широкие таблицы и не очень любит как раз вот такого рода сложные джойны. То есть в нашем случае как раз получается та самая синергия, когда у нас есть система, которую ты можешь использовать непосредственно как и AllApp, так и LTP-процессинг с ad hoc запросами, но вопрос в том, как эту штуку теперь друг с другом интегрировать, вот для этого мы как раз и представляем те услуги, которые мы занимаемся, а именно интеграцию решений и доработки их с точки зрения взаимодействия. Опять же, если сделать такое вот общее крупное сравнение трех движков, вот, кстати, за эту табличку большое спасибо компании Яндекс в том числе, потому что это именно они представляют ClickHouse и сравнение GreenPlan и Hadoop в таком виде, где как раз есть вот такого рода критерии сравнения. И как мы видим, у ClickHouse есть определенные ограничения с точки зрения транзакций, потому что в ClickHouse нет явных вот такого рода транзакций, как принято использовать в классических корреляционных базах данных. Но он просто на фантастической скорости может работать с точки зрения выполнения фуллсканов, в том числе и с WHERE-условиями, даже сравнение с GreenPlan. И, как я сказал, у него есть определенные ограничения с точки зрения джойнов, так как эта система, как я сказал, рассчитана на широкие витрины. И в этом случае у нас как раз получается вот такого рода результат, когда у нас вот тот уровень хранения данных, где требуются как джойны, так и ad hoc запросы, они могут быть реализованы на базе вот этих двух технологий. Соответственно, объединяя и первую, и вторую часть, мы получаем решение, которое позволяет делать как большие широкие джойны с подзапросами, с какими-то трансформациями, с поддержкой CDC и ELT, и с другой стороны мы получаем систему, которая уже может обрабатывать широкие витрины с различными ad hoc запросами просто на космической скорости. Если говорить там в примере того, какая скорость, в принципе, может достигаться, то, допустим, в ClickHouse может до 20 раз быстрее выполнять запросы в сравнении с GreenPlan, но именно запросы на широкие таблицы. В этом случае мы получаем как раз вот такого рода архитектуру, как было представлено изначально, где у нас есть уровень хранения для процессинга, это GreenPlan, где есть историчный слой данных, это на базе Hadoop, HDFS, как правило, и есть непосредственно уровень витрин данных, где уже сосредоточены какие-то агрегированные, в том числе, поля и таблицы, которым предоставляется доступ уже для конечных пользователей, где можно выполнять ad hoc запросы. Для того, чтобы это реализовать, мы использовали технологию, которая называется PXF, это Platform Extension Framework, это технология, которая изначально развивалась в недрах проекта Hawk, это по факту клон GreenPlan, но рассчитанный на работу внутри Hadoop экосистемы, а именно SQLian Hadoop. И вот как раз PXF отвечал за то, чтобы непосредственно инстансы распределенной базы данных, в данном случае GreenPlan или Hawk, могли обращаться к внешним table space. То есть в данном случае это мог быть HDFS, это мог быть HBase, Hive, какие-то внешние системы, допустим, GDBC. И мы, собственно говоря, написали коннектор, который в частности умеет взаимодействовать с инстансами, сегментами кликхауса и делает он это в параллельном режиме, что самое важное, потому что обеспечение именно передачи данных между различными уровнями не должно стать bottleneck'ом при формировании витрины и взаимодействии этих движков между собой. И в частности PXF как раз предоставляет такого рода возможность. Он может независимо друг от друга обращаться непосредственно сегмент-сегмент. То есть в данном случае это сегмент GreenPlan, который взаимодействует с сегментом кликхауса. И делать это он может, опять же, в несколько потоков, в зависимости от того, какой объем данных передается между этими технологиями. И плюс поверх этого мы написали так называемый прокси-сервер внутри кликхауса, который называется BG, который предоставляет единую точку входа для конечного пользователя, будь это непосредственно какой-то аналитик, либо человек, который строит отчетность, так и система, которая непосредственно получает данные из кликхауса. Они обращаются всегда в единую точку, и она включает в себе уже механизмы распределения прав доступа, аутентификации и непосредственно обеспечения фейлобера при выходе из строя, например, какого-то компонента, я имею в виду инстанса внутри кликхауса. То есть в этом случае как раз мы получаем ту самую синергию, о чем я сказал в начале, когда у нас есть два совершенно, на первый взгляд, разных технологических решения, но они могут быть объединены вот в такого рода общий технологический продукт, который позволяет в том числе решать задачи как ad hoc аналитики, так и сложных ETL либо ELT процессинг задач. Более того, если немножко углубиться в тему, как раз вот этот PXF в том числе предоставляет возможность, как я сказал изначально, взаимодействовать и с холодным уровнем данных, то есть где у вас лежат какие-то историчные данные, как правило, как я сказал, HDFS, и в данном случае механизм остается точно таким же. Из гримплама могут быть запрошены данные, которые у вас хранятся в HDFS либо в Hive через тот же самый протокол PXF. У него есть несколько реализаций, мы являемся, опять же, одним из ключевых контрибьюторов этого проекта сейчас в open-source PXF, я имею в виду. И он позволяет в том числе потреблять данные непосредственно из внешних систем, то есть когда у вас данные, допустим, хранятся в ORAC, LEF, HANI, в тех системах, которые поддерживают тот же самый GDBC протокол подключения. Это вот то, что есть. Вот пример того, как выглядит непосредственно на уровне гримплама вызов создания внешней таблицы. Как видите, в правом верхнем углу как раз пример DDL-таблицы, где явно указано, что это writable external таблица с указанием тех полей форматов, которые требуются, и непосредственно тот bootstrap URL подключения, который описывает непосредственно подключение к лихаусу. И плюс из этого, соответственно, дальше достаточно простой есть процесс переноса данных из гримплама в кликхаус. То есть он делает select insert, то есть мы выбираем данные из какой-то внешней таблицы и инсертим их непосредственно в writable external таблицу, и она автоматически создается непосредственно на уровне кликхауса и уже предоставляет возможность запрашивать данные непосредственно со стороны. Плюсом такого решения является, во-первых, контроль со стороны гримплама происходящего, то есть это транзакционность, как я сказал изначально, потому что гримплама – это транзакционная система, и в случае каких-либо проблем с точки зрения выполнения запроса, конечного запроса select insert, гримплам не сделает коммит, и, соответственно, у вас данные не будут, так скажем, искажены. Мы можем менять динамическое количество вставок, которые происходят в единый момент времени, и, соответственно, мы можем это делать параллельно, как я сказал изначально. Вот эта штука называется Thymali Connector, соответственно, она поставляется в рамках решения Enterprise Arena DataDB и входит в него, собственно говоря, хотя изначально, как я сказал, вот тот самый PXF протокол является open source, и любой более-менее, так скажем, разбирающийся в тематике человек может написать свой коннектор, но это, опять же, зависит от того, какие есть у него возможности для того, чтобы это все реализовать. Немного резюмируя, в данном случае вот здесь как раз представлено общее описание тех решений, с которыми мы в основном работаем, то есть это, повторюсь еще раз, Arena DataDB, MPP-платформа на базе гримплама, и мы являемся контрибьюторами этого решения, open source решения. Используется эта технология для сложных, широких джойнов с подусловиями, с условиями и с какими-то вложенными условиями, используется для ELT и ETL процессов, достаточно хорошо работает с индексами, и, кстати говоря, вот то, что я забыл упомянуть, в гримпламе есть достаточно богатый инструментарий, в том числе и для аналитики, то есть так называемое решение Modlib, это разработка института Беркли, который изначально разрабатывался именно под Postgres, но в том числе и вот под гримплан, так как гримплан это по факту Postgres распределенный, с возможностью параллелопроцессинга. И вот Modlib представляет из себя как раз уже готовый набор различных инструментов для Data Science, в том числе и Machine Learning алгоритмов, которые реализованы на базе C, на языке C, то есть достаточно быстрый механизм и фреймворк, но также он поддерживает еще и различные сторонние библиотеки, то есть в частности питомовские библиотеки, соответственно, которые могут быть развернуты как непосредственно на сегменты гримплама, так и внутри контейнеров. То есть да, вот с последней версии в гримпламе появилась возможность запуска так называемых пель-контейнеров, где вы можете изолировать среду выполнения тех или иных запросов на уровне контейнера с возможностью запуска так называемых untrusted процедур, потому что изначально, допустим, без контейнера вот те самые untrusted процедуры, они были во многом в степени ограничены из-за того, что мы могли просто закарабкать систему. И вот сейчас их можно запускать, в том числе различные там питон библиотеки. Hadoop – это в нашем случае полноценный дистрибутив, который используется, опять же, у многих российских заказчиков крупных. Мы сейчас остаемся, так скажем, третьим в мире дистрибутивом Hadoop, потому что, к сожалению, большая часть дистрибутивов прекратила существование. То есть мы делим, наверное, строчку вот как раз там после клоудеры с оставшимся вот дистрибутивом, который в данном случае, наверное, на рынке не так хорошо распространен. Но вот мы представляем из себя именно патч-дистрибутив, который ранее был похож на Hortonworks. Почему он был похож? Потому что я сказал, что сейчас Hortonworks уже, к сожалению, перестал существовать. Используется Hadoop, как правило, для большого мегабач-процессинга, то есть когда требуется обработка каких-то, в том числе, не структурированных или слабо структурированных данных. В стек у нас входит практически полный плечень компонентов, которые необходимы, в том числе, для хранения или процессинга данных. Я говорю там и о Hive, и о Spark. И, как я сказал, он достаточно хорошо интегрируется с Greenplum через PixFort. И вот последняя часть – это ClickHouse, арендант QuickMars, который используется для быстрых витрин данных и распределенных вычислений на широких таблицах. Если говорить про компанию еще раз, то помимо самих продуктов мы предоставляем техническую поддержку. У нас четыре офиса по России, то есть это Санкт-Петербург, Москва, Нур-Султан и Хабаровск. Причем в Хабаровске также сосредоточена у нас и разработка в том числе. То есть если возникают инциденты третьего, четвертого уровня критичности, то в том числе мы можем подключать разработку на их решение. И вот в части Greenplum это, в принципе, достаточно полезная, так скажем, фича, потому что в Greenplum есть, так скажем, определенные нюансы с точки зрения доработки этой системы. Это C и C++ с точки зрения оптимизатора, поэтому у нас хороший опыт именно решения задач как на core части, так и на уровне оптимизатора. И мы с нашим заказчиком, который находится в Москве, в том числе и помогаем решать вопросы ночью за счет того, что у нас ребята, допустим, работают в Хабаровске, как у меня третья линия поддержки. У нас есть разные режимы поддержки. Это как 24 на 7, так и 5 на 8, соответственно. Есть отдельный так называемый VIP-пакет, то есть когда у нас выделенный сервис-менеджер работает с заказчиком, и заказчик может решать любые вопросы с точки зрения приоритизации инцидентов, с точки зрения взаимодействия с разработкой. Мы делаем регулярные аудиты у наших заказчиков, если это требуется, опять же, но мы очень рекомендуем их делать регулярно, потому что, как я сказал, мы специализируемся именно на проектах хранилищ данных, и у нас у ребят достаточно хороший опыт с точки зрения эксплуатации решений. Мы можем подсказать многие вещи, которые изначально могут быть, ну так скажем, неявны с точки зрения эксплуатации и развития системы. И, конечно, мы помогаем нашим заказчикам обновлять любые наши продукты, причем это делается в рамках технической поддержки, в том числе и с возможным он-сайт помощью, когда мы на сайте заказчика выполняем те или иные работы. К сожалению, это российская специфика, где требуется очень много вещей делать он-сайт, так как, как правило, эти решения, они достаточно хорошо, так скажем, обезопасены от внешнего воздействия. По заказчикам, соответственно, это достаточно малый перечень тех заказчиков, с которыми мы сейчас работаем. То есть, в частности, могу несколько перечислить, это «Газпромнефть». Достаточно много у нас сейчас активности в рамках этого заказчика, как и с «Гримпламом», с «Хадупом», практически со всем «Стэком». Это и M-Video и X5, соответственно, которого здесь нет, а, извините, есть тоже, где у нас работает очень сейчас активно наша команда по внедрению и миграции, в том числе и с импортных решений на наши отечественные. Почему отечественные? Потому что все наши решения входят тоже и в реестр, и, соответственно, есть сертификаты по российскому ПО. Мы работаем активно с федеральной налоговой службой, причем там используется и стриминг, и «Хадуп», и, опять же, практически весь перечень наших компонентов. И вот большие проекты сейчас тут у нас в ПТБ по миграции текущих решений на решение «Арена Дата». Плюс большой проект по Ростелеком, это один из наших первых заказчиков, где сейчас все хранилище Ростелекома строится именно на базе наших технологий. То есть это вот то, что сейчас нас представляет клиентская база. По вопросам давайте, наверное, озвучу те, которые я увидел в чате. Соответственно, вот от Шамиля вопрос был. есть нативный коннектор ClickHouse. У FAB сейчас есть нативный коннектор ClickHouse. Честно говоря, я не совсем понимаю, что такое FAB может быть. Александр, я отвечу на этот вопрос, Шамиля, это касается форсайта аналитической платформы, поэтому мой доклад ответит на этот вопрос. Хорошо, да. Тогда я отвечу на вопрос разницы преимущества «Арена Дата ДБ Комьюнити Эдишн» по сравнению с Grimplan. Соответственно, в ADB Комьюнити Эдишн у нас включена система управления. То есть это так называемый «Арена Дата Кластер Менеджер». Это визуальная среда, в которую вы можете по кнопке развернуть непосредственно решение «Арена Дата ДБ» и получить на выходе готовый рабочий кластер со всеми необходимыми метриками, с дашбордами, с возможностью конфигурации доступов, с конфигурацией параметров. И, соответственно, вы получаете из коробки сразу возможность использования интеграционных решений. То есть PXF вы можете делать сразу же интеграцию с внутренними системами. То есть если говорить про именно open-source Grimplan, то, к сожалению, у него нету вот такого рода системы управления и у него нету вот из коробки преднастроенного механизма PXF, хотя это можно сделать, в принципе, все руками, как вы понимаете. Если говорить про, чуть-чуть дальше, может быть, зайду, про Enterprise-версию, то там появляется много еще интересных фичей. Это в том числе и так называемый Common Center, то, что позволяет вам в режиме в реальном времени следить за выполнением запросов и их контролировать, в том числе и останавливать случаи, если это является угрозой с точки зрения перформанса, либо просто неправильно записанный запрос, и вы можете это видеть. Плюс у нас в ArenaDataDB с нашей стороны делается достаточно много исправлений. Вот я изначально сказал, что мы вторые по объему контрибьюторы, но мы эти исправления, как правило, выдаем в upstream, но этот лаг между upstream и нашим дистрибутивом, он достаточно большой. Это, так скажем, специфика работы open-source, то есть условное исправление или какое-то добавление, вот там типичный пример, вот мы добавили новый тип компрессии ZSTD внутрь гримплама, он у нас попал в версию, по-моему, H5, а именно в open-source он попал только в шестую версию за счет определенных нюансов с точки зрения зависимости комьюнити. Поэтому, то есть даже в комьюнити решения, в комьюнити версии, вы получаете уже сразу достаточно много исправлений, которые могут не быть еще на данный момент в upstream. мы это выпускаем как отдельную сборку, отдельный дистрибутив, хотя мы с основными контрибьюторами, то есть, ну, это в основном компания Pivotal, потому что они являются родоначальниками этой технологии, мы ведем достаточно плотную коммуникацию, и в том числе эти вопросы все решаем в точке зрения реализации тех или иных фичей. То есть это вот такие вот кардинальные фичи. Так, о лапкубе, я не знаю, наверное, это Алексей, это к вам, наверное, ближе, да, вопрос? Потому что мы все-таки о лапкубе не занимаемся. Наверное, тогда передаю, если никаких вопросов больше нет, я передаю слово Алексею. Спасибо большое. Если будут какие-то вопросы, я думаю, их можно будет в оффлайне также задать, и коллеги передадут нам их. Мы постараемся ответить. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Александр. Было интересно. Коллеги, давайте я пройдусь по вопросам, которые мы упустили. То есть вот задавал вопрос Артур. Два вопроса было. Значит, первый вопрос касался конкурентного сравнения цен лицензии на Farsight и на другие предложения BI. Ну, Артур, тут вопрос как бы требует уточнения от вас прежде всего. Мы предлагаем, чтобы с вами связался наш менеджер по продажам, уточнил детали и после чего предоставил такую информацию. Безусловно, сравнительный анализ цен есть, да, и есть сравнение самих платформ с конкурентами, да, что закрывает платформа, что закрывает конкуренты. Но, как я сказал, платформа сейчас сам материал и продукт на рынке, поэтому, в принципе, все детали можем рассказать. Относительно вот второго вопроса, когда выбрали арену, я не очень понял вопрос. Если уточните, в чате будет хорошо. Потому что если говорить про год сотрудничества, то год начала сотрудничества, если не ошибаюсь, по-моему, 18-й год начала нашего сотрудничества, подписание партнерского договора. Вот, а почему выбрали или там когда, почему выбрали, да, то есть, ну, в целом, мне кажется, доклад Александра ответил на этот вопрос, почему выбрали, потому что действительно сейчас комплекс этот достаточно выглядит современно, работает в гетерогенных средах, да, то есть закрывает достаточно большой вопрос, большое количество вопросов наших заказчиков. Так, Александр, к вам еще тут, наверное, вопрос. Какая политика обновления стэкова с ноги, все компоненты? Ответьте тогда, и я тогда уже отвечу на вопрос Шамиля. Да, я сейчас тогда, наверное, поясню. Ну, если вопрос касается, так, всех продуктов, то на самом деле у каждого из продуктов есть свой цикл обновления. Это зависит, как правило, да, от нескольких факторов, либо от цикла развития его в рамках open source проекта, либо каких-то, так скажем, фичей, которые требуют от нас заказчики. Если говорить про Hadoop, начнем с самого нижнего, так скажем, уровня, то там достаточно много компонентов. Сегодня, к сожалению, мало было времени уделено именно Hadoop. Ну, так скажем, это технология, которая достаточно уже устоялась на рынке, она много где используется. И, в принципе, там цикл обновления, он достаточно длинный за счет того, что Hadoop представляет из себя дистрибутив. И дистрибутив состоит из различных компонентов, соответственно, которые могут и должны взаимодействовать друг с другом. И вот как раз вопрос стабильного взаимодействия этих компонентов, он, как правило, решается в том числе и версионированием. То есть, там, типичный пример, если мы берем Hadoop версии 3, вот последний, там, какой-то 3x, то он, к сожалению, и Hive, допустим, версии 3, он, к сожалению, не может нормально функционировать с таким решением, как Apache Spark версии 2, потому что Apache Spark версии 2 не имеет поддержки Hive MetaStore, той версии, о которой я сейчас сказал. Вот из-за этого возникает определенное кручение с точки зрения обновления. Поэтому, вот, допустим, Hadoop обновляется, как правило, раз в квартал, может быть, даже реже. Минорные изменения могут происходить чаще, но, как правило, они не влияют на какую-то вот значную функциональность. Это, как правило, какие-то просто бакфиксы. С точки зрения GreenPlan, GreenPlan выходит достаточно часто. То есть, вот, на моей памяти за последний, наверное, месяц уже было 3 или 4 релиза. Эти релизы, они как минорные, так и могут быть достаточно серьезными. Допустим, когда в том числе и выходит какое-то обновление, которое включает в себя новую функциональность. Допустим, вот с GreenPlan сейчас история следующая, что туда портируется достаточно большая часть, связанная с веткой Postgres. Потому что изначально именно GreenPlan был форком Postgres, и свою историю он закончил на ветке аж 8. И вот сейчас идет процесс мержа ветки 9.10 внутрь GreenPlan, где как раз возникает очень много новых фичей, и они появляются достаточно оперативно. То есть, там вот цикл релиза и обновления, он достаточно большой. Муз-заказчик уже у многих там 2 или 3 раза обновляли. И у ClickHouse там, опять же, есть своя история. То есть, в частности, с ClickHouse есть такая штука, как LTS. Это Long Time Support. И здесь есть очень много минорных изменений. Допустим, могут выходить несколько версий подряд, которые включают какие-то в себя минорные изменения, но потом выходит LTS, и, соответственно, которые включают в себя эти изменения. И те предыдущие, они более уже не будут поддерживаться через какое-то достаточно короткое премьердивание времени, а будут поддерживать только LTS. Вот там периодичность обновления, она может быть там от месяца до нескольких месяцев, именно с точки зрения поддержки и обновлений. Со стривингом, там история схожа с Hadoop, потому что это все-таки сходное с точки зрения развития проекта, этой Kafka и Wi-Fi. Там обновления происходят достаточно редко. То есть, это пару месяцев, может быть, квартал, когда выходит какое-то достаточно интересное обновление, особенно на уровне Kafka. Но с Kafka тоже достаточно надо быть аккуратным, потому что, в частности, может меняться в том числе различные API настройки, API синтаксис. Это вот было, допустим, с переходом Kafka из 0.11 в 1.0, из 1.0 в 2 и так далее. То есть, ну, цикл изменений, как видите, и обновлений достаточно разный. Но плюс в том, что мы как раз для всех наших продуктов предоставляем систему управления. Единую систему управления, которая называется Cluster Manager, которая как раз и в том числе включает в себя механизмы и машинерию обновлений. И у нас есть YouTube-канал, так называется Arena Data, и там есть плейлист с демками. Соответственно, вы можете просто, если будет интересно, потом посмотреть, как вот эти штуки все разворачиваются. В том числе, там есть пример, как происходит апгрейд. Тоже самое Kafka непосредственно в таком родном режиме. Я вижу еще один вопрос. Я, наверное, Алексей, с вашего позволения, озвучу его. Доступен ли коннектор ADB to Kafka, Kafka Connector в комьюнити-версии ADB? К сожалению, нет. Он не доступен в комьюнити-версии. Более того, то есть там сейчас у нас скоро выйдет вторая версия уже этого Kafka Connector. Почему? Потому что сейчас в Grimplame появились новые механизмы. Опять же, о чем я говорил. То есть в частности, там появились механизмы так называемого foreign data wrapper. Это то, что пришло из Postgres, который позволяет непосредственно прямую из инстанца Postgres обращаться к каким-то внешним системам. И вот как раз мы сейчас перестраиваем Kafka Connector с использованием foreign data wrapper, который в значительной степени увеличит перформанс. И он, к сожалению, не заступен в комьюнити-версии. Но его можно попробовать, если, соответственно, там связаться с нашими коллегами. Я думаю, там написать на инфо-аренодата.io. И мы, если нужно, будет покажем, расскажем, поможем. Все это дело протестировать. Ну, вроде бы я свои вопросы посмотрел. Больше не вижу. Тогда передаю слово Алексею. Спасибо большое, Александр. Мы интересны раз в ответ на вопросы. Если там вопросы есть, вы пишите по ходу. У нас еще будет, возможно, время на какие-то дополнительные вопросы. Давайте тогда по вопросам, которые остались неотвеченными. Вот Илья задавал вопрос. Подскажите, пожалуйста, современное место, роль такой концепции, как коллаб-кубы. Насколько они сейчас живы? Если нет, то какие с ними нюансы? Ну, Илья, тут вопрос такой интересный. То есть они живы и живее всех живых и будут еще жить, мне кажется, очень долго. То есть речь идет о том, почему мы затронули различные изменения IT-ландшафта предприятия. О том, что, в принципе, лаб-кубы, они, конечно, хороши для структурированных данных и закрывают очень много вопросов, связанных в том числе и с производительностью вопросами. Но как это, мир не стоит на месте и появляется все больше и больше различных требований, да, то есть когда там и структур данных, когда, собственно говоря, они не укладываются достаточно хорошо, волок-кубы, и, соответственно, от этого страдает в том числе производительность обработки таких данных. Поэтому мы рассматриваем вот такой гибридный ландшафт, когда у нас есть и реляционный источник, да, у нас есть и многомерные источники, там, и MPP-платформы, поколоночные СУБД в IT-ландшафте предприятия. И нужно как-то с этим все вместе дружить. А лаб-кубы, они прежде всего, ну, как обработка данных там структурированных, они продолжают быть востребованными и во многих системах по-прежнему поддерживаются. И в том числе в Foresight у нас используется модель Rolab, но мы также работаем с Malab-кубами, там, анализы services, да, и с Abhan, с AbbiV, мы можем напрямую работать через мета-слой с этими источниками. То есть, в принципе, поддержка и того, и другого. Давайте тогда я перейду к следующему докладу. Следующий доклад как раз должен ответить на вопрос Шамиля о том, есть ли у FAP сейчас нативный коннектор ClickHouse. Сейчас мы рассмотрим демо-пример, который мы подготовили специально в поддержку этого вебинара. Я сейчас расшарю свой экран тогда. Давайте тогда отвечу на вопрос о том, как, собственно говоря, подключаться к СУБД ClickHouse. У нас второй доклад, собственно говоря, мой доклад касается примера построения консолидированной расчетности с использованием СУБД ClickHouse. И немножечко про предпосылки использования, да, то есть вот Александр уже отметил, что СУБД работает хорошо с широкими витринами. Как правило, такие витрины, они чаще всего востребованы в задачах машинного обучения, когда, собственно говоря, есть большая-большая витрина данных, там, допустим, ассоциирована с каким-то клиентом, либо с какими-то там действиями, транзакциями, там, будь то для решения задач прогнозирования оттока или там прогнозирования отклика на маркетинговую кампанию, либо, если мы говорим про задачи, используемые в промышлении, какое-нибудь прогнозирование качества изделий, либо привитивное обслуживание оборудования, когда то или иной массив информации, он представляет себя по колоночную структуру хранения, вот, и такая витрина, она может там быть и несколько тысяч колонок. Вот, у меня пример немножечко проще, но при этом он на достаточно больших данных сделан, собственно говоря. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к примеру обсуждения, давайте рассмотрим, что же есть в платформе такого, что позволяет нам интегрироваться с UBD ClickHouse. Ну, то есть из коробки нативного драйвера, отвечая на вопрос Шамиля, нету, вот, но при этом есть возможность интеграции с UBD через UDBC драйвер. UDBC драйвер можно скачать, да, с официального сайта ClickHouse, вот, мы его скачали, установили, да, то есть и в UDBC у нас появилась такая строчка подключения, да, то есть, вот, ClickHouse UDBC драйвер Unicode. Мы для того, чтобы подключиться к источнику, выбираем, собственно говоря, подключение к базе данных, да, то есть у меня вот она настроена. Выбираем тип клиента с UBD Generic UDBC, вот, и, собственно говоря, прописываем этот самый драйвер, строку подключения, IP-адрес сервера, ну, и базу данных указываем. Ну, у нас здесь пользователя не заведено, в UBD дефолтные настройки стоят. И это, в принципе, все. Значит, что позволяет этот UDBC драйвер? То есть, в отличие от, ну, обычного, там, драйвера нативного, который есть в платформе, где мы можем работать сразу с присоединенными таблицами из UBD, ну, UDBC драйвер, поставляемая от ClickHouse, этого не позволяет, но при этом мы можем обращаться, собственно говоря, с помощью запроса к этому источнику. Значит, для того, чтобы подключиться к источнику, да, с помощью запроса, мы создаем таблицу, да, то есть, в принципе, как она создается, создаем таблицу, да, выбираем тип подключения, тип объекта, запрос обращения в базе данных при помощи SQL, вот, ну, и указываем, собственно говоря, дальше в свойствах и так далее. Значит, ну, у меня здесь настроены примеры, чтобы не тратить время, то есть, первый запрос, он выбирает все данные из таблицы источника с несколькими полями, ну, по сути, выбирает все. В самой таблице данных сейчас у меня 600 миллионов записей, вот, и, в принципе, как вот отмечал Александр, да, по быстродействию, это сейчас, наверное, ну, прям топ-топ среди с UBD, который достаточно оперативно прямо дает данные, да, и, в принципе, это подтверждается скоростью отклика на запрос, то есть, мы подготовили запрос, да, мы можем его выполнить, и мы видим, что он вновенно начал вычитывать из UBD, и видим структуру этих данных. Структура данных, она достаточно примитивна, здесь пример данных по логам ошибок, сделан для одного из заказчиков, тут данные нагенеренные, они условные, да, поэтому, в целом, мы их свободно там демонстрируем, да, здесь у нас есть временная отметка, дневная, да, то есть, есть откуда, источник куда, то есть, смех, да, системы межведовственного электронного документа оборота, и event type, это, собственно говоря, тип события, который приходит, и идентификатор события. Вот, на такой таблице мы, грубо говоря, сделаем запросик, который будет высчитывать количество событий по времени, по дням, да, и агрегировано до смео. То есть, если такой запрос вот сделать, на 600 миллионов записей, да, прямо вот дистинг, там, самую тяжелую операцию, что можно, как это, нагрузить с UBD, взять, заставить ее вычитывать дистинг, там, из огромной простыни, вот, добавить еще различные условия, то есть, если я, например, ограничу условия, да, то есть, как в случае, только одним смевом, то есть, такой запрос, он вытягивает, да, агрегат, ну, прям, практически мгновенно, то есть, вот, в принципе, 600 миллионов записей с грубаями, с дистингтами он мгновенно выполняет. Но если мы по всей таблице и не будем ограничивать, собственно говоря, смех, from смех to, то такой запрос он выполняет, ну, несколько тяжелее, но, тем не менее, на таких объемах данных, в целом, дистингт по всей таблице, он вытягивает, ну, по-моему, порядка, там, 15-16 секунд, вот, формирует практически полностью простыню. Давайте вот пример посмотрим тоже. Ну, вот, он уже начал вычитывать, то есть, он тут прям по всем типам событий, смех, from, смех to, то есть, до 100 каждой из единиц, ну, и высчитывает количество, собственно говоря, событий по каждому из периодов. И мы вот на такой, грубо говоря, большой простыне, ну, то есть, есть, простенький кубик на маленькой простыне построенный, да, и большой кубик, который построен на полностью источнике, то есть, ну, как я напомню, 600 миллионов записей, да, то есть, что, в принципе, закрывает, ну, наверное, там, если не 150% задач вообще всех заказчиков, то есть, как правило, ну, не существует, наверное, на рынке такого заказчика, у кого витрина данных будет составлять такой объем. То есть, как правило, витрина, да, то есть, трансфонирована она, допустим, по клиенту, даже самый большой телеком-оператор, это все равно намного меньше записи, да, то есть, если говорить про весь справочник розсвязи, он всего 450 миллионов записей, то есть, 450 уникальных телефонных номеров у нас в России, соответственно, как бы максимум, ну, вот какой-то такой объем. Мы построили больше для того, чтобы показать, что такая задача, она, в принципе, решается. Значит, из чего состоит у нас кубик? Кубик у нас достаточно примитивный. Значит, у нас есть один факт, это количество ошибок, либо количество событий. Вот, факт привязан к количеству, да, и, значит, в измерениях мы вычитали, грубо говоря, дистинктным каждый из этих справочников, на нем построили справочник, да, по ключам соединили. Вот, какие тут есть различные опции, то есть, можно поставить галочку «Агрегировать данные по измерению с полной отметкой», да, то есть, можно, собственно говоря, сейчас пробрасывать параметры на уровень запроса. С апдейтом 16 появилась дополнительная галочка в запросах, я ее покажу. То есть, в принципе, чтобы параметр воспринимался, вот, подставлять параметры в тело запроса при выполнении. То есть, раньше, грубо говоря, генерился запрос, но не все типы с УБД умеют правильно работать с запросами. Вот, соответственно, как бы эта галочка, она позволяет пробрасывать параметр, который передается с платформы прямо в уровень запроса и решает множество проблем, с которыми раньше наши заказчики сталкивались. Итак, кубик мы построили, да, то есть, в принципе, ну, вот справочники, это достаточно примитивные, они вычислены по дистинктам, да, вот они созданы по event-тайпам, причем я замечу, что здесь даже нет никаких ключей, в принципе, можно было бы заморочиться еще с ключами, да, пробрасывать ключи на уровень источника. Здесь они по текстовику будут соединяться. Вот, в целом, это вполне себе адекватно работает. Ну, давайте откроем кубик. Кубик отстраивается на таком исходнике. В целом, ну, приемлемое время, да, то есть, если бы мы сейчас вот строили то же самое на реляционном СУБД, вот такого рода запрос, то я боюсь, это бы превратилось в ожидание, там, не знаю, нескольких десятков минут, чтобы такой запрос у нас, в принципе, выполнился. Вот, здесь у меня преднастроен экспресс-отчет, в целом, да, который показывает, вот, по всем дням, 30 дней у нас загружено, да, по всем типам событий, количество записей, да, то есть, мы, в принципе, можем убедиться, что у нас сумма составляет записи 600 миллионов, да, то есть, данные генеренные, у нас 600 миллионов записей в этой таблице, вот, собственно говоря. Но после того, как у нас вот этот один куб один раз загрузился, у нас происходят прям удивительные вещи, потому что, в принципе, если мы сейчас вот скрытые некоторые наши измерения начнем перебрасывать в измерения, да, то есть, у нас эти запросы, они отстраиваются намного быстрее, то есть, это уже не ожидание, там, смены запроса, да, но прям вот буквально на лету все работает в режиме экспресс-отчета. Ну вот, давайте еще смевту добавим, чтобы уже, там, декартовое произведение кинуть сюда. Ну вот, буквально, там, несколько секунд, там, 3 секунды, те же 600 миллионов записей, но вот полная матрица, да, то есть, по всем дням, по всем направлениям, при этом, если мы, в принципе, можем, там, перемещать, да, эти отметки как-то, в целом запросы, он, там, перестраивается, но тоже за достаточно приемлемое время, то есть, это 3 секунды ожидания, да, то есть, если бы мы такой, мне кажется, кубик стролли на реляционном источнике, то это бы выполнялось, ну, просто какие-то, там, колоссальное время, а смена всяких отметок тоже бы занималась, с учетом перестроения запроса, а так это все продолжает быть отзывчиво. И, то есть, вот, отвечая на вопросы некоторых заказчиков, да, то есть, вот, собственно говоря, преимущество использования Крикхауса для решения задач, в том числе машинного обучения, это в том, что, собственно говоря, у нас появляется отзывчивый инструмент для крутить, повертеть, да, вот, достаточно большие витрины данных с агрегацией, и, вот, в чем плюс Крикхаусу, что он действительно, вот, прям огромные массивы агрегирует, ну, практически мгновенно. То есть, это занимает, место, там, десятков минут, занимает несколько секунд, вот, что, на мой взгляд, дает значительное преимущество при использовании такого инструмента, вот, в задачах, когда требуется, действительно, оперативное принятие решения на основе данных. Мы всем советуем использовать вот такие поколоночные СУБД, да, типа Крикхаус для вот такого рода задач, потому что, в принципе, вот это технологическое сотрудничество, оно опробовано, и оно действительно отвечает на запросы заказчиков, ну, и прекрасно работает с инструментом. Коллеги, у меня, наверное, вот, все, что я хотел показать по примеру, все. Все, я готов ответить на вопросы. Так, дрилдаун есть, вопрос, видимо, от Владимира также. Да, Владимир, здесь нет иерархического справочника, да, поэтому дрилдауна с примером нету на Крикхаусе, но если бы был иерархический справочник, то дрилдаун тоже бы работал. Вот, в целом, можно будет сделать такое упражнение, посмотреть, как он себя будет вести. Но на самом деле он вести себя будет ровно так же. Да, дрилдаун есть, Владимир, отвечаю на ваш вопрос. Вот, он поддерживается, когда есть иерархический справочник, вот, сейчас нет иерархического справочника, поэтому, в принципе, мы можем крутить, вертеть данные в разных разрезах. Крикхаус применим из платформы только к аналитическим сценариям на чтение без записи. Вопрос от Шамиля. Ну, сейчас, Шамиль, смотри, мы рассматриваем, в принципе, тут задачи только аналитические, да, то есть, поэтому мы про запись, да, то есть, там, я думаю, имеет смысл тогда Александру вот про этот вопрос адресовать, да, то есть, насколько там, есть ли метрики производительности, да, по скорости записи, можно ли это как-то сравнить между разными типами СУБД. Мы как раз рассматривали в рамках вебинара сценарии, да, то есть, именно чтение данных, обработки на лету данных, да, и визуализации данных, то есть, именно, действительно, аналитические сценарии. Вот, Александр, если можете, тогда вот пару вопросов, да, то есть, по поводу сравнения, там, скорости на запись и, вот, второй вопрос, чем отличается, насколько отличается вертика Крикхаус, если можете. Спасибо за вопрос. Собственно говоря, по Крикхаусу и вертике, все-таки это немножко разные системы, исходя из того, что, да, и обе системы это MPP, действительно, здесь, как бы, вопрос никаких нету. У первой и второй системы очень, так скажем, похожий с точки зрения архитектуры подход, но вертика все-таки это осид, то есть, там это, так скажем, strong consistency, то есть, там осид операции, так же, как и в Grimplame, это основа, так скажем, работоспособности его. В Крикхаусе все-таки осида, как такового, нет, это как плюс, так и минус, то есть, из-за этого, как раз, мы получаем ускорение с точки зрения выполнения практически всех операций на записи, на чтение, но мы можем получить, так скажем, определенные артефакты, то есть, с точки зрения консистентности данных. Но это могло быть решено, допустим, каким-то наложенным средством. И в первом и втором решении, насколько вот я помню, там очень ограничено использование индексов, но в Крикхаусе достаточно богатый инструментарий с точки зрения фильтров, то есть, в частности, могут использоваться такие вещи, как Bloom-фильтр, который в значительной степени ускоряет процесс выборки. Вот, это, наверное, основное отличие. Вот, на сценарии записи, я просто, может быть, не совсем правильно могу вопрос понять, аналитические сценарии на чтение без записи, это, опять же, не про Крикхаус, просто Крикхаус – это персистентное все-таки хранение, то есть, в любом случае, данные приземляются на диск, и это как плюс, так и минус. Если мы говорим какие-то решения, которые ей необходимо использовать для обработки данных без записи, то есть, это все-таки потоковая обработка, для этого есть много других решений. Кстати, был один вопрос, там, вот, ярланок по интеграции ADB с Ignite. Вот это как раз кейс, где может быть проведен, так скажем, обработка без записи. То есть, когда Ignite используется как некий memory cache, туда данные загружаются в режиме реального времени, они там обрабатываются, они не персистентруются на диск, а в гримплан, допустим, потом попадает какое-то уже непосредственно, так скажем, агрегированное состояние этих данных из кэша с использованием того же самого PixF. То есть, наверное, я вот так отвечу. Александр, я тогда передаю слово следующему нашему докладчику, старший аналитик компании Foresight, Александр Бортников. Саш, тебе слово. А пока ты загружаешься, я тогда прокомментирую. Вот пару вопросов было. Появился ли коннектор ClickHouse к Power BI? Коллеги, ну, к сожалению, наверное, не нам стоит отвечать на этот вопрос. Лучше обратиться в компанию Microsoft. По поводу анализа сервисов, с точки зрения импортного замещения, насколько приемлемый Foresight, безусловно, применим и отвечает на все ваши вопросы, Владимир. Поэтому предлагаем отдельно созвониться, то есть устроить показ данной платформы. Спасибо, Саша, давай. Коллеги, добрый день. Меня слышно? Да, отлично слышно. Так, начинаю показ. У нас был проект, связанный с возможностями расчета консолидации одного из крупных нефтяных компаний. То есть производился сбор данных по дочерним организациям и производилась консолидация этих данных на уровне группы компаний. С точки зрения возможностей аренодаты, то есть у нас сейчас, как можно, у нас развернут стенд с помощью, ну, нашими партнерами. То есть у нас сейчас стенд представляет себе кластер с двумя сегментами и мастер системой. Также развернут тут сервер мониторинга. Можно посмотреть по ресурсам, то есть что он из себя представляет. То есть у нас сегмент один развернут на 32 гигабайта, второй на 8, и мастер на 16 гигабайт. Также за основу у нас для примера был сделан на PostgreSQL, но также от заказчика, которая была задача поставлена рассмотреть. Сейчас на текущий момент у нас можно увидеть, сколько записей на Postgre развернуты. Это у нас в одной из таблиц 2 миллиарда записей. То есть вот можно посмотреть, то есть у нас подключение идет Postgre, и видно, сколько записей. Но была задача поставлена проверить на большом объеме данных. Мы знали, что Postgre с таким объемом в три раза не справится, и решили использовать для этого аренодат DB. Для этого мы развернули кластер и закинули эту таблицу в аренодат DB и размножили там данные до 6 миллиардов записей. Ого, тут видно. И на этой таблице у нас сделаны Алла-подсчеты. Сейчас могу пример показать, как они открываются. То есть, например, консолидивный результат по группе компаний. То есть вот у нас идет запрос, выполнение запроса к аренодате. Примерно где-то занимает 11 секунд. То есть выборка идет из 6 миллиардов записей. То есть достаточно быстро. И как это можно сейчас его продемонстрировать? Что это аренодата. У нас состоит отчет из чего? Он из куба общего, который построен на запросе на аренодате. И этот запрос подключен к аренодате. Так, можно увидеть. Используется коннектор Gainplum, сервер и подключение к нему. Также могу пример. Ну, тут кто-то спрашивал про дрилдаун. Также можно сейчас дрилдауниться. Она по иерархии связана с показателями. Вот сейчас я прожимаю. То есть снова выполняется запрос к аренодате. И также вот выполняется дрилдаун. Также можно обратно обобщить, то есть вернуться на более верхний уровень. Ну, и снова выполняется запрос к аренодате. Достаточно на таком объеме данных запросы достаточно выполняются быстро. Так, сейчас. И также у меня есть еще один пример построен на аренодате. Это по бизнес-единицам, по показателю. Сейчас снова выполняется запрос. И тоже буквально там 10-11 секунд выполняется. То есть в разрезе бизнес-единиц у нас по показателям. Какая еще разная задача? Еще было в пазгре по умолчанию нет кластеризаций. И, соответственно, если возникнет какие-то нештатные ситуации, то есть сервер с базой упадет, то, соответственно, не будет доступа к данным. И аренодата деби уже из коробки поддерживает пластеризацию, что является одним из сильных преимуществ. То есть нет проблем с настройками, то есть уже создается классер, если там какая-то нога отваливается, то аренодата спокойно дальше работает. Коллеги, у меня вот с примером все. Ну, еще давайте, можно проигуляться по месяцам. Также, ну, тут по времени все одинаково отрабатываю. То есть в следующем месяце. Также 10-11 секунд по 6 миллиардам записей выборка идет. Так, коллеги, у меня все. Так, сейчас я пока завершу. Да, спасибо, Александр. Коллеги, если есть вопросы к Александру, задавайте. Вот, еще один вопрос. У нас интеграция с Excel сводной таблицы есть? Владимир задает. Так, да, безусловно, есть и настройка для Excel, и, собственно говоря, есть возможность экспорта данных из платформы в Excel. Покажем, расскажем навстречу. Саша, тебе вопрос? Сергей, да, я даю Сергей вопрос. Вопрос связанный. Как у нас сформированы справочники в Green Plum? То есть, да, у нас закинуты туда справочники, и модель, да, звезда используется. А, еще тут мы вариантами игрались, то есть как будет работать на Select Join, то есть с джойнами этих справочников, и просто Select таблицы без использования справочников. Ну, разницы мы вот на 6 миллиардах не увидели по скорости чтения. То есть тут разницы нет. Коллеги? Еще вопросы есть? У нас еще время подавляет. Да. Коллеги, ну, если вдруг вы передумаете, да, и решите задать вопрос, в принципе, всегда можно воспользоваться сайтом компании Foresight, вот, адресовать вопрос и, безусловно, получить на него ответ. Я благодарю всех, кто присоединился в столь ранний час к нам на вебинар. Вот, достаточно была сегодня такая интересная дискуссия, да, то есть технологическая сессия с примерами конкретными на действительно больших объемах данных. Вот, ну, на мой взгляд, это отвечает, наверное, на все современные вызовы, да, то есть когда у нас данных действительно много, и нам нужно за достаточно короткое время получать агрегированные данные. Да, Владимир, спасибо, что адрес предоставили. Выйдем на вас, да, договоримся. Еще раз, коллеги, хочу всех поблагодарить участников, также спикеров, вот, и мы с вами прощаемся на сегодняшний день. Спасибо, участвуйте в наших вебинарах, будет еще интереснее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.